Вы упомянули фильм «Любовник». Я помню, на Кинотавре все были абсолютно убеждены, что лучшую мужскую роль получает Кармаш за этот фильм. Это просто, я имею в виду, в кулуарах, среди журналистов все говорили. И потом, во время церемонии награждения, выясняется, что этот приз за лучшую мужскую роль вы поделили с Олегом Ивановичем Янковским. Вы помните, да, как это было? Во-первых, я не был в этот Кинотавр там, и не могу знать, как это все произошло. Но вы знаете, честно говоря, я вам скажу так. Я имею достаточное количество призов наших национальных и той, и другой академии. Даже, может быть, предостаточно, что уже как бы... Мне тут, скажем, следующий приз, я не знаю, он как-то уже даже не очень это удобно. Хотя, что скрывать, это, безусловно, приятное, вот, получал за картину «Дом». Но я отношусь к этому с такой очень здоровой долей условности. И вот, понимаете, если есть у меня, допустим, ника за Франкенштейна, то я эту нику обязательно делю с Краско, который рядом стоял со мной, рядом в номинации. Поэтому вот сама номинация, это и есть достижение. Все остальное, все остальное, дальнейшее, кто получил, к этому нужно иметь здоровую долю условностей. Не, ну, просто там бить вещи, какие-то технические вещи. Вы понимаете, у вас не было на церемонии закрытия в Кинотавре, и как раз говорили, ну, вот, как бы гармаш не приехал, поэтому, в общем, оно нужно кому-то вручить. Такие моменты действительно бывают, что при решении... Женя, это вопрос к жюри. Вот когда я был в жюри, один раз на Кинотавре, у меня такого не было. Правда, не было. У нас был спор, и, помню, мы разделились по поводу одной актрисы почти пополам, а потом долго-долго, как бы, беседовали и все-таки приняли решение, что и та, и другая была достойна приза. Но мы отдали все-таки этой, вот, посовещавшей. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова